Здравствуйте, друзья! Меня зовут Давид. Мы продолжаем серию лекций по книге Гершер. И сегодня мы немного поговорим о справедливости. И по факту мы как-то постараемся сделать или предложить апдейт нашей системы. Мы уже говорили о том, что в принципе наши эмоции, они связаны с мыслями нашими, нашим пониманием о мире. О том, что мы думаем, что хорошо и плохо и так далее. И постараемся сегодня показать на одну из таких коренных проблем, иногда, которые бывают у людей в понимании, то есть неправильное понимание мира. Иногда это сознательно люди так думают, иногда просто несознательно они об этой вещи не задумывались. Но из-за того, что мы сейчас проговорим, чувство справедливости, отчасти получаются очень негативные эмоции, чувства, фрустрации и так далее. Как вы знаете, мы говорили уже об этом, логика и воображение, они как бы две силы, которые рулят в нашем сознании. И мы не можем без одной из них. С одной стороны, логическое мышление нам позволяет достигать целей каких-то, а чаще всего воображение, оно помогает нам ставить эти цели. Но часто, когда мы не получаем то, что мы хотим, и получается такой промежуток, такой дисбаланс какой-то между тем, что мы хотим и что мы получаем, у нас появляется огорчение. Я дам пример. Например, мы будем говорить сегодня о таких очень приземлённых вещах, постараемся. Допустим, человек приходит домой, он думает, что жена его будет ждать и будет радостная, будет там какой-то ужин, но получается всё наоборот. Человек в фрустрации. Или человек думает, что он идёт на работу, и его там будут хвалить за какую-то работу, которую он сделал, и он знает, что он хорошо её сделал, а ему наоборот на него ругаются. Или человек думает, что у него одна участь в жизни, а что-то получается по-другому. То есть происходит какой-то промежуток между чем, что мы хотим, между нашим желанием и что мы получаем. И тогда идёт вот такая цепочка. Во-первых, у нас есть это ожидание, и это нормально. Мы не индусы, мы не хотим убить в себе желание. Наоборот, желание – это вообще очень важная вещь. И очень важно, чтобы у человека были обширные, большие желания. Но что получается? У нас есть большие желания. И потом, и это каждодневная вещь, то есть это мы встречаем постоянно. Желания наши как бы встречают реальность, а реальность обратная иногда, чего мы хотим. И тогда получается огорчение. Да, у нас получаются какие-то негативные эмоции. Но что стоит за этим огорчением? За этим огорчением, и вот тут вот, будьте со мной, как говорится. Это огорчение, оно лежит на таком, или оно вот находится в такой зоне, в зоне справедливости. То есть я думал то, что будет одно, а произошло другое, и у меня огорчение. Но не только этого. Я думаю, что я заслужил того, что я не получил, и человек это не получает. И вот на фоне этого идут негативные эмоции. Я повторю. Человек, пример, человек сделал какую-то работу, хорошую, допустим, на работе. И он думал то, что его должны похвалить и дать ему какую-то добавку зарплаты, или какой-то бонус и так далее. И он знает, что, допустим, что он сделал неплохую работу, и он уверен то, что только он в заслуге за это. Приходит на работу после того, как сдали проект, а оказывается все наоборот. Босс на него кричит что-то, о какой-то вещи, а он думает, что за несправедливость. Я вот так вот вкалываю, а мне все наоборот. И начинается какой-то поток негативных чувств. Ну, или вы можете сами придумывать какие-то себе ситуации. То есть, есть какое-то у нас ожидание, которое мы получаем другой совершенно результат. У нас есть огорчение, но эти огорчения, они стоят на базе нашего понимания несправедливости. И вот тут вот корень дела. Если мы сделаем апдейт нашей, постараемся нашей программе внутренней сделать апдейт, поговорить про эту вот несправедливость, которая порождает часто негативные чувства, эмоции, вводит нас в такой водоворот, можно сказать, эмоциональный. А чувства, они связаны, конечно, с водой. То есть, это получается такая вот история. И вот давайте попробуем проверить вот этот вот корень, что это такое справедливость вообще. Что такое справедливость? Ну, на иврите справедливость – это цедок. Цедок также – это Юпитер. И шуточные люди говорят то, что справедливость находится на небе. То есть, это одна из звёзд, а не на земле. Но мы часто этому убеждаемся. То есть, мы вернёмся опять к этой точке. Не огорчение от результата какого-то негативного, или не того, которого мы хотели, приносит нам большинство негативных чувств, а ощущение несправедливости. Что жизнь с нами несправедливо поступает. А если это не жизнь, а какой-то босс, или жена, или друг, или партнёр, вот этого чувства несправедливости, оно может человека просто, как говорится, съесть внутри. И вот это вот корень того, о чём мы, что мы постараемся, взгляд на что мы постараемся изменить. Смотрите, вот это вот чувство, справедливости, то есть, то, что я думаю, что это правильно или что неправильно, оно очень такое гибкое с какой-то стороны. Если человек какой-то подойдёт к Моше и скажет его, Моше, слушай, и начнёт ему говорить какие-то неприятные вещи, но он не обратит на это внимание. А если подойдёт к нему какой-то товарищ, его это заденет и скажет, что это несправедливо. То есть, одна и та же ситуация, она иногда задевает, а иногда не задевает. То есть, наши ощущения по отношению к примерно похожим ситуациям может быть совершенно разные. Мы начинаем думать, вот, я ему так сделал хорошо, а он мне так делает плохо, ну и так далее. Как, где, где эта справедливость? Я вот так вот, а мне так по-другому. И начинает человек задумываться как-то, вот так вот и неприятно чувствовать, и это продолжается какой-то водоворот. Мы продолжим дальше. Что это такое? Ну, короче, хочу сказать, что часто вот это вот ощущение правоты собственной, и оно связано с нашим интересом. То есть, это очень тонкая история. И в делах, когда у людей есть какие-то разногласия, и в домашних делах. То есть, кто прав, кто виноват, и так далее. И это чувство очень тяжелое, потому что часто оно связано с нашими личными интересами, и нам очень тяжело посмотреть на себя со стороны. Некоторые говорят то, что это вообще практически невозможно. Ну, во-первых, если человек застрял, очень важно сделать, если вы или я начинаем видеть, что мы где-то застряли. Мы начинаем кого-то судить, осуждать, или какую-то ситуацию, но всегда хорошо делать физические упражнения. То есть, Рамбом Маймонит говорит, то, что физические, постоянные упражнения, они как-то систему, энергию двигают, и это помогает освободиться от каких-то застоев и двинуть систему. Это отдельная история. Конечно же, физиология связана с нашим восприятием, и вот, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Это не всегда так, потому что какой-то уровень здоровый в здоровом теле, но это очень важная история, очень важно правильно питаться, двигаться и так далее. То есть, если какой-то застой, вот с этого, как видно, легче всего начинать. С другой стороны, можно посмотреть на то вообще история, что это такое, вот это вот наше чувство справедливости и наше мерило, с которыми мы смотрим и часто надеваем на себя шапочку такого судьи, на что мы по факту большинство из нас не учились. Почему-то у нас есть такое мнение, что мы вот четко понимаем реальность и в принципе можем судить правильно о реальности и о какой-то ситуации, о каком-то человеке. Но я вам дам еще один пример. Я как-то ходил в синагогу в Хайфе, там был один человек, пожилой человек, которого называли Шмуэль. Такой был пожилой человек, он мне рассказал, что его папа приехал из Украины давно, как-то в начале прошлого века, может быть, в каких-то там двадцатых-тридцатых годах. Он учился там на архитектуру, был из... Ну, тогда светские семьи, они, конечно, больше отношения имели к то, что называется массор, к традициям. Вот он ходил в какую-то там школу еврейскую, потом учился в архитектуру, и потом как-то его потянуло в Эрот-Исраэль тогда, в маленькое еврейское поселение небольшое после этих всех Ильот и до провозглашения государства Израиля. Он туда приехал, начал искать, что это такое иудаизм и так далее. И за ним приехала его еврейская мама. Внимание, из... на пароходе из тогдашней России или Советского Союза, приехала за ним в... тогда это называлось Палестина при британском английском мандате. Вот. Она приехала за ним и говорит, все, возвращайся. Говорит, нет, я тут нашел духовность и так далее. Ну, они пошли к... нашли раввина, кто-то посоветовал, Рав Кук был тогда, который впоследствии стал главным раввином Израиля. Вот. И они туда пришли, и этот человек мне рассказывает, ну, он говорит, маме моей, ну, расскажите, что происходило. Она говорит, ну, слушайте, я растила сына. Он рос, учил архитектуру. Я вкладывала в него, мы вкладывали семьей деньги, у нас были ожидания и так далее, и он вдруг все бросил, приехал куда-то, начинает заниматься, хочет учить Тора, что это такое. Он ей говорит, ты права, вы правы, все ваши доводы, они правильные. Потом он говорит этому молодому человеку, тогда говорит, а, что ты скажешь? Он говорит, ну, все правильно, но я учил архитектуру и все, ну, вот понимаете, когда пели песни еврейские, что-то у меня в душе, что-то там пробудилось, и я понял то, что я должен, вот это как бы жизненная важная история, я должен найти, что это у меня там откликается, что это такое вообще, и я просто не вижу смысла никакого в жизни, не видел, без того, чтобы решить эту историю. Вообще мне никакая архитектура, ничего мне не нужно было. Я поехал в Палестину, понимаете, было путешествие, и вдруг вот как-то получилось, я нашел, я законнектился, я хочу этим заниматься. И Равин говорит, вот ты тоже прав, но история говорит то, что Рабанит Ук выглянула, эта сказочная история и говорит, как это может быть, что она права, и он прав. И Рав обернулся и сказал, и ты тоже прав. То есть вот эта вот история о справедливости, кто справедлив, она такая очень, иногда есть много истин, и каждый человек, он будет прав по своим. Из-за этого, ну а что тогда делать, понимаете, что тогда делать? И в этой истории они нашли очень интересную формулу, потом этот человек, он был ответственен за то, что мы знаем, как выглядит храм, он это в свое знание применил в святости, можно сказать, был архитектором многих микваот, микв по всему Израилю, строил синагоги и так далее. То есть там история как-то правильно, хорошо повернулась. Что мы будем делать, понимаете, потому что иногда вот это вот чувство справедливости, которого у одного человека, оно не видит широкой картины, и, конечно же, часто приводит к совершенно негативным историям, потому что после этого появляются какие-то негативные чувства, потом какие-то действия и так далее. Но, во-первых, надо еще раз понять то, что наше субъективное чувство справедливости, оно очень такое гибкое и, можно сказать, оно очень шаткое, потому что на чем мы вообще, на чем мы его, какое у него основание, понимаете, какое основание вот этого вот нашего чувства справедливости внутреннего. и часто оно основывается на чувствах, понимаете, которое, с одной стороны, это чувство справедливости, оно какими-то мнениями, какими-то, у нас какие-то есть знания, но, с другой стороны, оно и основывается на чувствах, и порождает какие-то чувства, которые часто выражают какой-то эгоизм и собственную правоту, ну и так далее. Человеку очень тяжело из этой истории выйти. Как можно из нее выйти? Ну, понимаете, выйти из нее можно таким образом. Во-первых, нам надо, вот мы про это хотим поговорить, что нам надо как-то делать апдейт-систему, потому что это проблематичная история, понимаете, история, которая порождает много фрустрации, много каких-то негативных чувств, и я не говорю, что часто человек, который думает, что он прав, и он правда прав, но это не самый умный выход из ситуации. Стоять на своем правоте и разрушать все, что вокруг. Потому что, говорит Тора, говорит то, что справедливость находится на небесах, как и в шутке в Юпитере справедливость, потому что Цедак это Юпитер, на иврите, но справедливость находится у Всевышнего, потому что, ну, во-первых, ну, мы к этому вернемся, справедливость находится у Всевышнего, не у людей. и еще одна есть история, которую я бы хотел как-нибудь погрузиться в нее, и, кстати, надо сказать, что внизу там есть телеграм-канал, который, телеграм-канал, который мы создали, если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, пишите, я постараюсь ответить. Но есть еще одна такая история, как бы, про вот эту вот справедливость, фрустрация и так далее. И я хочу это сказать немного в скобках, потому что это, как бы, открывает дверь к очень глубокой истории практики. В принципе, в иудаизме говорится «Коля посель, домомо посель». Тот, кто что-то, на что-то показывает, что-то, ну, опровергает, он это делает, он показывает на себя, в принципе. Часто это можно заметить, когда особенно сильные эмоции идут, вот, как бы, тогда мы видим, что это, можем посмотреть, что это зеркало, это так, оказывается, это не там, а у нас. Еще раз, это мы открываем дверь в такую довольно глубокую духовную, душевную работу, но Бааль Шемтов на этом основал громадную, вот, это один из пластов Касидута, и говорится про историю Шема Цмину, то, что если есть какой-то что-то где-то снаружи, которое нас задевает, в нас именно находится часть того, что нас задевает снаружи. Человеку очень тяжело увидеть негативные стороны внутри себя самого, и так построена реальность, то, что эти негативные стороны нам показываются снаружи, для этого человеку нужно сделать чугу, да, это такая, скажем так, духовная практика, если человека что-то раздражает, какая-то ситуация, нужно сказать такой алгоритм, или сказать в душе такой алгоритм. Большое спасибо, что ты дал возможность, Всевышний, дал возможность мне это исправить. Я не знаю, что вообще, из-за чего эта ситуация произошла. Я сейчас скажу сверху, а потом мы какой-то пример скажем. первое извини, второе прости, третье поменяй плохое на хорошее, четвертое я обещаю, что я больше так не буду. Например, и это ситуация, которая произошла со мной. Я ходил, начал ходить в синагогу, и там был один человек пожилой, который что-то, чем-то я ему не понравился, я честно говорю, я ни разу с этим человеком, не было ни разговора, ничего, но он меня видел, что-то вырчал, что-то вырчал, отходил в сторону, что-то, ну вот я видел, что что-то я ему вообще не нравлюсь. Ну окей, ну не нравлюсь, не нравлюсь. И один момент, одно это, он что-то опять там промурчал, пробурчал, я сел и так думаю, Всевышний, ну я не знаю, что я сделал этому человеку, большое спасибо, есть возможность сделать чугу. Извини меня, пожалуйста, я вообще не знаю, что я сделал этому человеку, но ты знаешь, ты знаешь наверху, я, может быть, я кому-то нагрубил, может быть, я кого-то как-то осудил неправильно, но может быть, это вот такие истории. Извини меня, пожалуйста, и вот вот эту вот негативную мою часть осуждения других людей поменяй мне, пожалуйста, на позитивную, то есть смотреть хорошим глазом на людей. Я обещаю, что я больше никогда так не буду и лучше кинуть монетку в цедаку. Это называется чува. Мы, еще раз, мы не индусы, у нас карма, то есть связь, причина следственная, она существует, но из нее можно выйти с помощью вот этого процесса. а почему, а в чем проблема, когда кто-то на нас вот какой-то негатив кидает, это проекция нас самих, потому что иногда мы, допустим, двое человек идут по улице и видят какой-то мальчик в магазине, не дай бог, кройдет конфетку. Один пройдет и посмеется, другого это может взбесить. Но чаще всего, которого это бесит, у него есть часть вот этой истории. И для этого и так вот показывается, когда такая эмоциональная есть реакция, так нам мир показывает, что это есть у нас, а не там снаружи. Еще раз, один пример. Большинтов как-то в субботу увидел человека, который курит. Что это такое? И он сразу же пошел делать чулу. Как это так? Ну что Большинтов святой человек может курить, то есть нарушать свободу полностью, это невозможно. И что он понял? Что это такое? Шем отминал, то есть часть вот этого есть и в нем. Он понял, что шаббат это ну как бы аспект мудреца. И он какому-то мудрецу недостаточно с уважением отнесся и так мир это показал. но не всегда мы можем знать что мы сделали. Это вот не так как в психологии нужно добиться понять откуда это происходит. Но мы можем сделать чугу, мы можем взять на себя ответственность во-первых что это что-то мы сделали но мы не знаем потому что вот эта ситуация пришла с неба и мы не знаем что происходит. Вот так и тогда входит история про веру. То что мы верим то что все эти истории понимаете вот говорится так то что как это так я вижу весь мир наоборот все наоборот все там иногда видно то что часто происходит какая-то неправда ложь и так далее но у нас мудрицы говорят это как будто бы посмотреть зайти к столеру который делает стол и стол у него наоборот у него ножки кверху сама плата доска внизу и он что-то там делает но в какой-то момент стол переворачивается и вот тогда вот мы видим истину то есть понимаете вот вся эта история с справедливость что он во-первых надо взять ответственность на себя во-вторых ну мы не знаем что это такое справедливость вот потому что во-первых человек который очень сильно или внутри себя или прямо качается справедливость как говорится во-первых он думает что он святой или что у него нету каких-то там и это как видно не так и во-вторых то что этот человек думает то что его мерило справедливости истины они самые верные и это тоже как видно во-первых большинство людей которые там качаются справедливость они этому не учились и тут входит история то что в еврейском законе есть очень громадная база знания насчет что такое истина что такое не истина вопрос человек это учил или нет еще один уровень это уровень того что то что мы не можем знать понимаете мы не можем знать мы не знаем вообще корня души мы не знаем истории перевоплощения и так далее еще один небольшой небольшая история начинается Порошат Мишпатим недельная глава Мишпатим в Зоре она говорит все это а там говорится о том что что надо делать когда бык одного ударил другого когда кто-то раскопал яму кто-то в эту яму упал кто сколько кому должен и Зор говорит вся эта история про суд это все связано с перевоплощениями людей то есть на вот этом уровне кто-то должен кому-то но есть еще уровни которые мы просто не знаем которые мы просто не знаем и может быть лучше освободить себя от этого ноши от этого груза что мы вот понимаем что вот эта истина и справедливость находится у нас в кармане следующая история такая ну вот понимаете я про то же самую нашу уверенность что мы правильно справедливо судим мир людей и какие-то происшествия вот подумайте есть если какая-нибудь бабочка которая живет один день прилетела в суд в Гаге да и сказала что это такое я хочу подать в суд потому что по-моему что-то там не так творится ну понимаете вот каждый человек мы там живем с Божьей помощью 120 лет и какие-то знания мы накапливаем о мире что-то мы понимаем вместе с этим ну это миг который по отношению во-первых всем знаниям в этом мире во-вторых всем во времени вот то есть эта история такая совершенно неоднозначная потому что мы по факту Всевышний он судит он одного поднимает одного спускает кто-то умирает кто-то рождается и тут такая парадоксальная ситуация и это вот прелесть иудаизма называется противоположность в одном и том же точке с одной стороны вот у нас есть гмара у нас есть законы мы должны знать что правильно что неправильно что чисто что не чисто что можно что нельзя и так далее с другой стороны мы должны понимать то что это все на каком-то уровне есть люди которые это пишут книги которые совершенно все неправильно делают по Торе но выходят в другой мир садиками понимаете потому что они пришли сюда в этот мир сделать какое-то одно исправление но мы это не знаем еще одна есть история такая то что ну я хочу сказать то что мы понимаете с другой стороны у нас не индуизм понимаете мы знаем что хорошо что плохо для нас не все одно и то же но с другой стороны есть уровень внутренний эмоциональный когда мы думаем что мы знаем и так хорошо и мы это переживаем и есть уровень действия когда мы должны на что-то реагировать на что-то что нам приписано что мы знаем что это хорошо это плохо но это не внутренняя борьба то что и не не дай бог эго о которой мы думаем, что мы знаем все про этот мир. Я бы хотел, если бы у нас было время, зачитать, что говорит про это Давид Амеллах, как краткая история по этой теме. То есть я с помощью этого постараюсь завершить эту лекцию. Мы говорили о том, что чаще всего наша фрустрация, негативные чувства, эмоции, а потом действия, они связаны с тем, что у нас есть какой-то пробел между тем, что мы ожидаем от ситуации, и тем, что мы получаем. И этот пробел, во-первых, он вызывает огорчение, но огорчение – это нормальная эмоция. А под огорчением этим есть какое-то ощущение несправедливости или неправды. И мы в этой лекции постарались объяснить так, что чаще всего это чувство несправедливости, оно ни на чем не основано. И умнее просто это убрать. Дать дело справедливости Всевышнему, а себе взять мудрость и понимать, что в некоторых ситуациях я не знаю, я постараюсь делать так же, с такой же силой, с такой же уверенностью, с таким же напором, но не всегда я получаю то, что я хочу. Еще одна ситуация есть, что может помочь – это молитва. Тора говорит очень много о вот этой истории, то, что есть праведник, которому хорошо, праведник, которому плохо, злодей, которому хорошо, злодей, которому плохо. Есть разные философские истории насчет этого в иудаизме, но я думаю то, что лучше всего понять, что нам не всегда нужно настолько с этим, как бы в этом быть, а ставить это на суд Всевышнего, снять шапку судьи. Я зачитаю несколько строк из Таилим, 94-й псалом, я начинаю с 3-го пасука. Давид говорит такую вещь. До каких пор нечестивцам, о Бог, до каких пор нечестивцам торжествовать? Разглагольствуют, рассуждают, чванно, выхваляют все лиходей. Народ твой, Бог, давят и тиранят твой наследный удел. Убьют вдову и пришельца, и сироту растерзают. И скажут, не увидят Бог, не поймут, не поймет Бог Якова. Но он говорит такую ситуацию. Вот примерно о том, что мы говорили. Какая вот что за несправедливость происходит? Посмотри, что это такое. Говорят, Бог это не увидит. Но потом он дает ответ. Поймите же, самые глупые в народе, вы глупцы, когда же вы образумитесь? Неужто укоренившие в голове ухо и не услышат? Неужто создавшие глаз и не увидят? Неужто он продолжает говорить, Бог знает помыслы человека, и все они четко. Да, но он говорит, смотрите, ну что вы думаете, что Всевышний это не видит? Он сделал уши, что он это не слышит. Дайте ему судить. И потом он говорит такую вещь. Ответ к этому делу. «Счастлив муж, которого накажешь ты, Бог, и из Торы твоей преподашь ему знать». То есть, говорится о том, не о наказании, а о том, что знания приходят из Торы. То, что с помощью Торы человек очищает сердце, и у него начинается другой взгляд на мир. Не со стороны суда, который мы и так не можем сделать, а со стороны веры. И дальше он говорит, «Ибо к справедливости возвратился суд, а за ним все чистые сердцем». То есть, есть уровень суда, а выше уровня суда есть уровень тех, кто чисты сердцем. А после этого, в девяносто девятом псалме, он пишет «Затерянный свет», то есть «Орагонус» для праведника, а для чистосердечных – радость. То есть, у человека, у которого чистое сердце, который вышел из категории делать суд над человечеством, над самим собой или над другими, у него в сердце появляется радость. Чего я нам всем желаю. Большое спасибо. До скорых встреч. Как я сказал, если есть какие-то вопросы, комментарии и так далее, пожалуйста, напишите в Телеграм. Буду рад общаться. Что знаю, скажу. Что не знаю, постараюсь спросить. Желаю вам всего самого хорошего.